Народ, всем привет! Меня зовут Эльтарка, мой автоподбор, это Никита, мой напарник. Сегодня у нас будет такое мини-видео о том, что можно купить себе в автосалоне. Человек купил эту машину в одном известном автосалоне. Он ее купил как хорошую, не битую, не крафтную тачку. И попросил нас посмотреть уже по факту после покупки. Вот смотрите результат. Тачка вся гниет изнутри. Пошла ржавчина. Видно, что лючок в тот день наболировался. И если его открыть, подвинуть на него в важный момент. Он даже не дергается. А он не открывается, а он рукой открывается. А, тут даже так? На антифинологии еще пойдет. Прощи, конец просто. Урос. Ремонт сиденья. Здесь уже, по-моему, можно даже капот не закрывать. Это с внешних зазоров и с панелей кузова. С провалом по середине. То есть, передний угол, задний угол нормального. В середине провал. На видео это не очень хорошо будет видно. Но по факту нет. Дальше сразу, что мне бросается в глаза, так это то, что фонарик один стоит депо. Не оригинал. Это ужасная связь. О том, что были какие-то неприятные. То есть, его меняли и меняли на дешевый. Гнилючий капот. Капот на ней менялся. Видно по болтам, что он снимался. Но по факту на нем нет герметика. И производство фирмы Гордон. Производство и компании Гордон. Вот. Это Китай. Китайский Китай. Либо Тайвань. Одно стране. Если загнули сюда, то мы видим здесь залом на переднем телевизоре. Залом здесь. И очень плохой ремонт здесь. То есть, смысл в том, что машина получала в эту сторону. В эту часть была оббитая. Крыло, естественно, снималось. Видно по болтам. И, соответственно, здесь все вытянули отвратительно. Даже менять ничего не стали. Телевизор. Его просто вытянули. Поставили криво. Соответственно, вытянули криво. Ну, это ладно. Эрлопрос номер 2. Тоже не очень страшно. Еще не доставая прибора, я бы посмотрел в салон. Первый, кстати, вот вам такой нюанс. Если вы видите, вот здесь на стойке вот такие следы. Царапины. Причин может быть две. Обычно. Первая. Это бывает причина ремень безопасности. Вот так вот. Остается дверью хлопает. И, соответственно, он царапает здесь. Это довольно-таки часто встречаемая тема. А вторая причина более серьезная. Которая как раз здесь присутствует, скорее всего. В момент удара перед дверь подвинула назад. И она уперлась вот сюда в стойку. Ее зажала в стойку. Соответственно, на двери должны быть ответные части. Ответный переход. Так как это Hyundai, кожа здесь, в смысле, не конченая. Сама по себе забота дешевая и убогая. И поэтому такого плана дырки и ремонты довольно часто встречают. Явно сперлявшая подушка безопасности. Если вы видите, вот она. Она вклеивалась сюда уже. Соответственно, вот она здесь приклеена снизу. Крышка ее. Скорее всего, его посадили на ПВА. О! Сломанный пластик. Интересно. Я выглянул. Здесь я вижу какие-то, например, моменты неприятные вообще в автомобиле. Я стараюсь накопаться сразу в этом месте. Как можно глубже. Вот здесь я увидел поломанный пластик. Соответственно, боковушку пластиковую поломанную. Соответственно, первое, что я делаю, это я начинаю смотреть герметик. Начинаю смотреть, не менялось ли, не резалось ли крыло. Все это, причем, я делаю без прибора. Для начала я все делаю без прибора. Потому что это становится... Потому что многое понятно и без этого. На следующий момент именно подушки безопасности. Так мы увидели, что одна подушка скорее всего стреляла. Видно всегда следы, если мало с подушкой или нет. Здесь, например, отсутствуют заглушки. Это колхозное снятие. По одному, конечно, каждый из этих пунктов может быть не сильно важен. Но в сумме они дают именно это. Затертый напрочь рули. Какого-то бреда я не слышал. С кольцом человек ездил там. Руки у него грубые или еще что-то. Здесь явный пробег, ну, тысяч. В уровне двухста на этой машине. Просто потому что кожа на руле кончена. И никакими кольцами ее до такого состояния не довести. Важным моментом является проверка... Проверка обзаспособности системы airbag. СРС. Для этого просто достаточно включить зажигание и посмотреть на лампочку. Для начала. Итак, если мы включаем зажигание здесь. Видим, лампочка airbag загорается. Но есть такой тонкий нюанс, который понимают не все. Лампочка airbag должна загораться и гаснуть. Соответственно, раз она не гаснет здесь, пока машина не запущена, то два варианта у нас. Либо это ошибка, либо она, соответственно, сделана колхозной, эта лампочка. Чтобы ее затушить, чтобы она не горела. Если будет ошибка, то когда мы машину заведем, она не должна гаснуть. Здесь же мы машину завели, лампочка погасла. Тонкий момент. Лампочка погасла и сейчас загорится опять. Оп. Вот такой интересный момент. Если вы разбираетесь в автомобилях, то вы поймете сейчас, в чем дело. Например, эти лампочки параллелятся чем-то другим. Чтобы она загоралась и гасла. Ее просто запараллелили с другой лампочкой из комбинации приборов. И, соответственно, она вместе с ней загорается и гаснет. Дальше. Теперь мы смотрим, с какой лампочкой ее запараллелили. Выключаем зажигание. Включаем. Смотрим. Вот лампочка ABS. Погасла. Airbag горит. Лампочка чека. Может быть, с лампочкой чека ее запараллелили? Или, например, с лампочкой аккумулятора. Можно посмотреть. Машину заводим. Оп. Airbag гаснет явно раньше лампочки аккумулятора и раньше лампочки чека. И потом. Лампочки горят, а Airbag до сих пор не горит. Ага. Опять. Это прям смешно. В общем, я расскажу на самом деле. На этой машине явно видно, что ее запараллелили с лампочкой давлением масла. Потому что именно себя так ведет лампочка давлением масла. То есть после запуска она гаснет практически сразу, когда появляется давление. Но загорается, если машину заглушить и включить зажигание, не сразу. Именно потому что давление масла еще, скажем так, остаточное остается. Это ужас просто. Причем самой лампочки давления масла, если вы видите, ее здесь нет просто. Ее отключили. И вместо нее подключили airbag. Многие люди, кто не разбирается, как проверять кондей, они делают так. Они просто вставляют и начинают щупать. Дует ли отсюда холодный воздух или нет. Это неправильный подход. Потому что если кондей слабо заправлен, у вас будет дуть елим раскладным. Но вы можете этого не почувствовать. Есть три способа, как не трогая и не смотря там дует ли он, проверить его работоспособность. Первое. Самый надежный способ узнать. Всегда у кондейсонера на любом автомобиле, они работают по одному и тому же принципу, есть две трубки. Трубка высокого давления и трубка низкого давления. И при запуске кондейсонера всегда есть разница температур. Если на улице ниже 5 градусов, то кондей не включится. Если на улице выше 5 градусов, соответственно, то вы всегда почувствуете разницу в температурах. Просто вкладываете два пальца на трубке. Один палец на тонкую, другой на толстую трубку. Включаете кондей и чувствуете разницу. Здесь будет идти теплая, теплый фреон. Эта трубка станет теплой. Большая трубка станет холодной. Это принцип работы кондиционера, от него никуда не деться. На любой машине по факту будет именно так. Следующий момент. Есть муфта. Если вы заглянете сюда, на компрессор кондиционера, увидите, что, соответственно, на нем есть муфта. Когда кондиционер выключен, шкив сам крутится, а вот эта муфта стоит на месте. За счет того, что там стоит магнит электрический, за счет этого она, соответственно, прижимается к шкиву и начинает вращаться вал компрессора. При включении кондиционера он обязательно должен включиться. Это важно. Второй способ, как видите, рабоспособность кондиционера. И третий способ, еще один, косвенный, это включение вентилятора. Соответственно, как только вы включаете кондиционер, у вас включается муфта и сразу включается вентилятор, охлаждение. Для того, чтобы охлаждать прион. На этой машине, на каждой машине, по факту, должны быть наклейки. Здесь, на капоте идут. Да, наклейки здесь, здесь и на капоте. Обычно две-три наклейки всегда есть. На них указывается, например, количество газ и количество газа в системе кондиционирования, которое требуется заправлять памятки для сервиса. На них, например, может указываться, на американцах показывать, как одет ремень приводной. Соответственно, каким образом. Или просто информация по автомобилю суммирующая. То есть, можно много чего здесь написать. Здесь они отсутствуют. Это еще одно доказательство. Потому что мы с тачкой давно. Так как мы увидели, соответственно, что с подушки стреляли, значит, надо понять причину, почему они стреляли. Нафиг не надо, на самом деле, уже пора отказаться от машин. Но, тем не менее. Если мы заглянем сюда, там есть залом на лонжероне. Соответственно, удар был довольно-таки серьезный. Здесь появился залом. Причем, удар был основной именно в лонжерон, потому что стрельнули подушки. Но телевизор не пострадал серьезно. Его достаточно было вытянуть и покрасить. И так и оставить можно было вполне. На машинах с пробегом до 50-40 тысяч масло в коробке должно быть вообще практически как новое. Это косвенный признак того, как можно определить пробег. Если там пробег на щитке 30 тысяч, масло черное, то понятно, что машина уже прошла намного больше, чем 30 тысяч. Масло на машинах, на которых гоняет, оно обычно всегда пахнет горелым. Вот прям горелым. Вам даже не обязательно быть экспертом, чтобы понюхать и понять, что оно пахнет вонятнее. И так уже набралось, на самом деле, куча-куча-куча причин для отказа от этого автомобиля. Но, тем не менее, важным моментом еще является проверка компьютерная диагностика и все-таки толщиномерный кузов. Не зря же мы его берем с собой. Пока Никита проверяет кузов, я хотел бы сказать, важным моментом, когда вы покупаете автомобиль на полном приводе, обязательно надо поднимать его на подъеме и смотреть. Именно полный привод. Так как у вас очень много элементов, которые вы не увидите визуально, не заглянув под автомобиль. Например, раздатка, карданы, редуктор, привода. Все это очень тяжело увидеть, не, скажем так, поднимая машину. К тому же на полном приводе задняя подвеска почти всегда монгорычажка. Соответственно, в самом блоке верхний посмотреть не получится. Заглянуть под машину и посмотреть. Поэтому такие машины мы всегда поднимаем на подъеме. Это мы поднимать не будем, потому что мы и так от него уже отказались. Хозяин, на самом деле, плачет, стоит просто рядом. Я уже не раз видел таких ходячцев иномеры, говноэксперт, который проверяет машину так. Он подошел такой, ага, 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 ага. Ты посмотрел прибором? Класс! А то, что у меня, к примеру, порог был в салоне, и вот здесь, блин, все двери, начиная отсюда, и вот вниз все шпаклевки слеплены, и он этого не увидит. Важно каждый элемент примерять в 4-5 точках, как минимум. То есть мы меряем углы и центр. Потому что покрасить, к примеру, вот так пятном машину нельзя. Но покрасить, к примеру, вот эту вот часть можно. Это как раз тот самый момент, почему стоит вызвать специалиста, и почему фактически человек не следущий, он может, скажем так, где-то ошибиться. Для специалиста всегда любой нюанс, любая мелочь, это доказательство. Доказательство, доказательство, доказательство. Соответственно, хороший специалист может проверить машину за 15 минут и понять сразу, что она не достойна внимания. И в то же время плохой специалист может проверять ее полтора часа и подсказать, что она классная. И еще момент. Всегда обязательно важным и выделяется проверка разного рода болтов. Они в 90% случаев красятся самим автомобилем вместе, разом. И, соответственно, они покрашены, залиты краской, и в случае, если она не откручивается, на них срывается краска. Это видно тоже. Если посмотреть на болтики, видно, что он скручивался. Соответственно, это делается для того, чтобы подбирать краску, в первую очередь. И бывают еще вот эти вот штуки на бензобаке. Эти вот держаки. Бывают у них крепления сломанные. Это тоже явное следствие того, что его снимали. Причем похабно. Есть такой классный прибор, называется Launch. Прибор будет работать по Bluetooth. Соответственно, заходим в программу. Обязательно включаем зажигание. Например, залезаем в подушке безопасности. Если мы залезем в подушке безопасности, остальные системы мы проверили, и там ничего интересного нет. Ну вот, например, залезаем в подушке безопасности. Установка связи. Смотрим, какого до ошибок в первую очередь. Соответственно, в нормальной системе их не должно быть. Ну, или максимум 1-2 ошибки по какой-нибудь ерунде. Типа напряжению. Здесь мы видим. Возник ударной системы безопасности. Запись удара дополнительного контрольного модуля системы стерженности. Высокое напряжение, сопротивление. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все. Вот эти ошибки нестираемые. Всех этих ошибок достаточно для того, чтобы ламочка горела постоянно. Что она и делает. Но так как она отключена, соответственно, мы ее не видим. На самом деле, сейчас мы провели примерно процентов 30 общей проверки. Мы не посмотрели, что много. Здесь еще есть стук гидрокомпенсатора. Здесь есть течь антифриза. Мы эту машину подъемки не подняли. Здесь есть много-много-много-много нюансов, которые мы еще не показали и не увидели. Но мы уже увидели достаточное время для того, чтобы отказаться от этой машины. Не пытайтесь экономить на какие-то копейки. Потому что если вы купите вот такой автомобиль за 400 тысяч рублей, то в пору лезть в петлю. Потому что он убогий. Еще один вывод. Не ездите по салонам неофициальным дилерам. Там продают именно такие машины. И вам менеджер будет распинаться, какой он замечательный, лишь бы продать и сработать на ней. Вот именно. Ну, человеку очень жаль, но что поделать. Машины действительно хлам. Не покупайте салонов. Всем пока.